Для нас Литва это не просто сосед, это не просто партнер, это друг, настоящий друг, поддержку которого мы ощутили в самый сложный исторический период нашего государства, начиная от революции гидности и сейчас, когда уже третий год подряд продолжается военная агрессия против нашей страны, Российской Федерации. Мы очень ценим эту поддержку и это позиция не только руководства нашей страны, это позиция всего украинского народа. И мы благодарны и руководству Литвы, и литовскому народу за последовательную поддержку Украины. Хочу вас проинформировать, что, к большому сожалению, ситуация на Восточном фронте последние две недели очень резко обостряется. Мы за последнюю неделю несем максимальные потери, которые были в течение последнего года. Потери за сутки у нас уже доходят до семи погибших, до десятка раненых. И хочем четко констатировать, что Мы фактически наблюдаем, как Россия перечеркивает Минский процесс, демонстративно убирает все ограничения для использования вооружения И ежедневно Идет не просто обстрел украинских позиций, а прицельный обстрел с использованием современнейших технологий Россия активно отрабатывает на Украинском фронте новые технологии ведения сухопутных боевых действий Это и летательные, беспилотные аппараты в том числе боевого применения которые они только-только начинают использовать и используют на нашем фронте Это и мощные системы подавления которые, к сожалению, в состоянии подавить американские технологии обнаружения артиллерии и минометов которые становятся нефункциональными Русские отрабатывают современные технологии ведения боя которые, я могу предположить, будут применяться не только против Украины Вы знаете, недавно Путин сделал заявление встречаясь с греческим премьером где публично начал выдвигать Украине ультиматумы шантажируя ее то есть его спич заключался в том, что стрельба не будет прекращаться пока Украина не примет модель навязанную Кремлем Это модель фактически прекращения функционирования унитарной страны расчленения Украины те изменения, которые не хотят, чтобы мы вписали в Конституцию это амнистирование всех террористов которые продолжают вести военные действия против нашей страны и к большому сожалению эта публичная оппозиция не находит оценки наших европейских партнеров то есть фактически Путин демонстративно заявляет о том, что минский формат он не признает и будет действовать вне его такое заявление должно иметь оценку то есть если Россия выходит из минского формата навязывая новую формулу решения вопросов то есть ведение огня пока не будет принято их условия это несколько другая политическая модель а будем говорить не политическая военная модель решения проблемы и к сожалению это не решение а усугубление и обострение в мае месяц будут продолжаться артиллерии систем залпового огня производим мощного оружия не прекратятся мы восхищаем жизнь наших военных и жизнь гражданства России Россия создала третий корпус если первые два корпуса имеют смешанное фронт все три корпуса управляются южный производим округом чтобы все усилия были делегация все спасатели спасатели не а я хочу что выясняю но спасибо на привет привет привет